В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мои коллеги, как всегда, собрали и подготовили новостные сюжеты и этого дня, и готовы поделиться с вами самыми интересными новостями Рязани. Смотрите сегодня. Два года со дня воссоединения Крыма с Россией, как Рязань отпраздновала возвращение полуострова в состав страны. Сотрудники МЧС проводят мониторинг ситуации, связанной с паводком в регионе. Во всей красе участницы регионального этапа конкурса «Российская краса-2016» поборолись за право выступить на всероссийском конкурсе. 18 марта в нашей стране отмечается важный день – воссоединение Крыма с Россией. На территории полуострова это событие является праздничным и даже выходным, согласно республиканскому закону от 3 марта 2016 года. Воссоединение Крыма одновременно с этим празднуется и по всей стране. В регионах проходят всевозможные митинги, шествия, праздничные концерты. И в Рязани в день воссоединения Крыма с Россией состоялся грандиозный митинг на площади Победы. В нем приняли участие 5000 человек. Митинг на площади Победы в честь воссоединения Крыма с Россией был украшен праздничным концертом. На нем, кстати, некоторые песни были новыми и исполнялись впервые. Авторы – наши рязанские творческие деятели. Среди пришедших на праздник были представители власти, культурные сферы региона, общественные организации. Для каждого из них это воссоединение связано с чем-то своим, со своими воспоминаниями и планами на будущее. Это был искусственный разрыв абсолютно. Все корни – духовные, исторические, культурные – это все едино. И это никак нельзя рвать. Поэтому это очень здорово, что наш президент это все сделал. Потому что наш театр был буквально через полтора месяца на гастролях в Крыму. И мы видели реакцию абсолютно всего населения Крыма, разных социальных слоев. Они все были счастливы и рады. Я помню время, когда я приезжала в Крым отдыхать своими детьми, своими родственниками. И потом оказалось, что 25 лет мы не могли туда приехать, до те места, когда были в молодости. Сейчас, конечно, общая радость, что Крым наш и справедливость восторжествовала. Даже несмотря на суровую снежную погоду, можно сказать, что праздник удался. Все пришедшие танцевали, радовались, смеялись, угощались чаем, пели, поздравляли друг друга. И не переставали говорить о величии нашей страны и президента Владимира Путина, который помог вернуть стране территорию Крыма. Мы очень рады, конечно, что вместе с нами Крым. Вы знаете, наша Родина Россия. Россия была, есть и будет всегда. И наш президент Владимир Владимирович. И пусть все наши резонцы берегут нашу малую Родину. Патриотизм людей на этом мероприятии просто зашкаливал. Все они собрались на площадь Победы, несмотря на рабочее время, с радостью заявляя, что это праздник национального единства и каждого человека в отдельности, что он очень важен для нашей страны и для граждан любого региона. Праздничный митинг объединил в себе представителей многих политических партий. Все они делились хорошим настроением и с большой охотой общались с рязанцами. Представители Рязанского регионального отделения ЛДПР в составе большой команды также присутствовали на митинге. Эта партия активно поддерживает идею воссоединения страны для того, чтобы она всегда оставалась большой и крепкой державой. Сини-желтые флаги, улыбки на лицах и хорошее настроение представителей ЛДПР. Все они делились своими впечатлениями по поводу воссоединения Крыма с Россией. 18 марта по всей стране проходят праздничные мероприятия, посвященные второй годовщине вступления Крыма в Российскую Федерацию. Крымчане самостоятельно приняли это судьбоносное решение войти в состав Российской Федерации. Более 93% крымчан поддержали это решение. Это решение поддержало и большинство россиян, независимо от их политических взглядов и убеждений. ЛДПР всегда придерживается позиции поддержки граждан, глубоко вникает во все проблемы россиян. Их политика направлена на создание оптимальных жизненных условий для людей. И на этом митинге рязанцы в очередной раз сумели пообщаться с партийцами, обсудить насущные проблемы, поделиться своим мнением по поводу воссоединения Крыма с Россией. Это воссоединение не территориальное, но в основном территориальное, но воссоединение русских людей. То есть корабль пришел в свою бухту. И все, посмотрите, даже настроение у людей, все улыбаются, смотря какая погода. Все рады, все смеются, танцуют очень даже хорошо. Помимо всероссийской работы, партия хорошо организует процесс в регионах. В нашем городе все рязанцы могут попасть на прием в ЛДПР по адресу улица Вокзальная, дом 11. Кроме того, есть и другие отделения партии, в которые могут обратиться граждане. Их руководители на митинге также поделились своими эмоциями. ЛДПР всегда была за большую, великую Россию. Россия морская держава, Крым российский и никогда никому его больше не отдадут. Все представители партии в своих интервью вспоминали о величии русского народа, приводя факты из истории о тех временах, когда Россия присоединяла к себе земли и укрепляла свои позиции. Поэтому для современного мира воссоединение Крыма с Россией – это настоящее историческое событие, праздновать которое должна вся страна. Мне хотелось бы поздравить от лица Рязанского регионального отделения ЛДПР и от имени Владимира Вольфовича Жириновского всех крымчан, всех рязанцев с этим замечательнейшим праздником. Мы вместе, а значит преодолеем все трудности. С праздником, дорогие друзья! Сотрудники МЧС в минувшую субботу на вертолете облетели районы ЦФО, где ранее был зафиксирован подъем уровня воды. Мониторинг паводковой ситуации нескольких регионов ЦФО провели спасатели на вертолете Ми-8. Они обследовали значительную часть Рязанской и Воронежской областей с воздуха. Сотрудники МЧС побывали в тех районах, где в связи с таянием снега резко вырос уровень воды в реках местами до критического. В Рязанской области специалисты изучали паводковую ситуацию с высоты птичьего полета. Авиаразведка с борта спасательного вертолета Ми-8 оценила обстановку в регионе и совершила посадку в Шиловском районе. Здесь затоплены мосты и дороги. Из-за этого местное село Терехово оказалось отрезанным от внешнего мира. Сотрудники МЧС проверили, как организована лодочная переправа, вовремя ли людям доставляется все необходимое, имеют ли жители возможность получить своевременную медицинскую помощь. В прошлом году было принято губернаторное решение о строительстве моста. Строительство моста где-то около 40 миллионов смертной стоимости. В этом году начало строительства, вы видели, вот уже сваи заведены, все есть. В октябре этот мост будет у нас построен. Тогда населены не будут отрываться, а районы, в центры. В этом году у нас было подтоплено 11 мостов в 10 районах. Это такие районы, как Ряжский, Кораблинский, Скопинский, Шиловский и другие. И в целом к этой ситуации мы готовимся заранее. По итогам проверки был сделан вывод, что в целом ситуация под контролем. И все службы со своими функциями справляются. Рязанские волонтеры почтили память погибших в авиакатастрофе в Ростове-на-Дону. Мероприятие прошло днем в субботу, 19 марта, на Площади Победы. Более 30 человек выстроились клином на главной площади города и молча стояли, устремив взгляд в небо и приложив руку к сердцу. Ранее на 19 марта был запланирован танцевальный флешмоб, приуроченный ко второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. В связи с авиакатастрофой в Ростове руководство центра отменило мероприятие. Волонтеры решили изменить формат флешмоба и тем самым почтить память погибших. Сменим тему. Рязанские пенсионеры теперь имеют право на компенсацию за взносы на капитальный ремонт. Недавно вступивший в нашем регионе закон позволит пожилым гражданам оплачивать лишь 50% от общей суммы взноса. О том, кто имеет право на компенсацию и льготы, и как реализовать это право, расскажет Алена Куколева. Губернатор Рязанской области подписал принятый областной думой закон о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. Теперь одиноко проживающие неработающие собственники жилых помещений, достигшие возраста 70 лет, могут компенсировать расходы на капремонт в размере 50%. 80-летние пенсионеры в размере 100%. Сейчас меры социальной поддержки на уплату взноса за капремонт уже имеют ряд федеральных льготников. Депутаты Ярославской областной думы освободили на три года жильцов тех домов, которые живут в новостройках. Понятно, что есть закон о защите прав потребителей, закон о долевом участии в строительстве и гражданский кодекс, где предусмотрена ответственность в виде гарантии в пятилетние. Так вот, с какой стати человек должен платить взноса за капремонт, если дом еще находится на гарантии? Я рекомендую и нашим депутатам не отставать от их коллег из других регионов, потому что если здраво посмотреть на вещи, то это незаконно, по большому счету, собирать с людей деньги, если ты проживаешь в гарантийном доме. Взносы на капитальный ремонт стали обязательными в 2015 году. Ряд регионов ввели плату за капитальный ремонт в начале года, другие – летом. Размер платежа устанавливает субъект Федерации. В регионах в среднем 7-8 рублей за метр. Если человек не платит взнос, ему начисляют пение. Введение платы за капремонт, который намечен через 10-20 лет, возмутило большинство россиян. Жители новостроек, которым ремонт не понадобится еще долгие годы, пытались отказаться от уплаты взносов, но это равносильно отказу платить за коммунальные услуги. Рязаночки поборолись за звание «Российская красавица-2016». 23 финалистки продемонстрировали свою яркую внешность и творческие таланты. Финал конкурса прошел в клубе «Дип» в ночь с пятницы на субботу. Ирина Ковалева расскажет о самом эффектном соревновании этого сезона. В этом году у рязанских девушек впервые появилась возможность побороться за титул «Российской красавицы». На кастинг регионального этапа конкурса «Российская красавица-2016» пришло более 100 человек. Правда, выбрали из них всего 26, а в финал прошло и того меньше – 23, по всей видимости, самые достойные участницы. Привлекательная внешность, длинные волосы, рост не менее 172 сантиметров и, конечно же, модельные параметры фигуры 90-60-90. Правда, именно на этом конкурсе организаторами допускались небольшие отхождения от этих требований. Вначале мы задумали его более демократичным конкурсом. Мы сделали возраст больше девочек и параметры немножко посвободнее, не 60-90, а 90-90, извините, да. Чтобы могли все красивые девушки участвовать в этом конкурсе. Ну, конечно, в определенных, разумных пределах. И, в принципе, сейчас держим это. Может быть, где-то уменьшаем, повышаем, но стараемся, чтобы это было более демократично. В отличие от, когда четко ставят параметры, вот, когда у нас вот следующий час будет новый проект, топ-модель России, вот, там мы уже будем четкие параметры держать, потому что это будет конкурс моделей именно. Вот, а я считаю, что русская красавица, ой, российская красавица, она может быть разной. То есть, понимаете, потому что, да, русские женщины, наоборот, славились своей, так сказать, статию, да, то есть это не были какие-то худые модели. Александр Абдулимов, президент конкурса, приехал на региональный этап специально, чтобы оценить красоту наших девушек. Вместе с остальными членами жюри ему предстояла довольно сложная работа, ведь все участницы были по-настоящему красивы, талантливы и грациозны. Дефиле в самых разнообразных нарядах перемежались с творческими конкурсами, но закончилось все грандиозной церемонией награждения. Титул главной красавицы завоевала Анастасия Смольская. На самом деле я этого не ожидала, но я очень счастлива. Спасибо всем. Именно она представит наш город в финале конкурса «Российская красавица-2016» в апреле этого года в Москве. На этом мы завершаем наш информационный выпуск. Программа «День города» прощается со зрителями до завтра. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok